Сегодня, 18 марта, Церковь вспоминает святого исповедника Конана Исаврийского, преподобного Адриана Пашихонского, священно-мученика Иоанна Миротворцева, преподобно-мученика Мордария Исаева, обретение мощей святителя Луки Исповедника, архиепископа Симферопольского. Началась вторая неделя Великого Поста. Еще на месопустной неделе перед началом Поста в храмах начали читать молитву преподобного Ефрема Сирина. Читается она на протяжении всего Великого Поста. Эта молитва как бы суммирует главные вехи на путях духовного восхождения. Ее автор, святой Ефрем Сирин, жил в IV веке. Он получил у современников почетные прозвания «сирийского пророка» и «учителя покаяния». Родители Ефрема, бедные земледельцы, стремились воспитать сына в благочестии. Но юноша отличался вспыльчивостью и резкостью. Однажды его по ложному обвинению посадили в тюрьму. Там Ефрем во сне услышал голос, призывавший его к покаянию. Юноша был оправдан и освобожден, но в нем произошла разительная перемена. Ефрем стал отшельником и много лет провел в учениках у великих подвижников и в монастырях. Постепенно он сам начал учительствовать, предваряя каждую проповедь обличением своих грехов. Преподобный Ефрем стал автором многих молитв и песнопений, обогативших церковное богослужение. Молитва Ефрема Сирина, читаемая Великим постом, довольно необычна. Она очень личная, не похожая на торжественные песнопения или монотонное распевное храмовое чтение. В момент ее произнесения на богослужении словно исчезает некая невидимая грань между священниками и эмирянами. Все становится одним целым. И каждый оказывается в самом сердце Великого Поста, лично предстоя перед Господом и прося Его о помощи. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрите мое прегрешение и не осуждайте брата моего, яка благословен еси во веки веков. Аминь. Святой Конан жил в Третьем веке. Он был родом из окрестностей малоазийского города Исаврия. Жители его родного села приняли христианскую веру от апостола Павла. Конан с юности тяготел к монашеской жизни, но он не стал перечить родителям и по их настоянию обручился с девушкой по имени Анна. Жена его после свадьбы разделила его желание посвятить себя Богу. Конан и Анна жили друг с другом, как брат с сестрой. Когда супруга скончалась, Конан всецело посвятил себя труду, посту, проповеди и молитве. В преклонном возрасте праведнику достоился дара чудотворения. Когда в Исаврии начались гонения на христиан, Конан пострадал одним из первых. Его подвергли жестоким пыткам, однако земляки мученика узнали об этом и отправились с оружием в руках на защиту Конана. Испугавшись народного гнева, палачи бежали. Праведник вскоре исцелился от ран, но до конца жизни жалел о том, что не удостоился принять мученическую кончину за Господа. Святой Иоанн Златоуст говорил, «Мне желательнее жестоко страдать за Христа, нежели почитаться от Христа. Это есть великая честь, это есть слава, превосходящая все». Сегодня церковь чествует исповедника Конана и просит его, как самолитвенника, «Моли Бога о нас». Преподобный Адриан Пашихонский родился в Ростове Великом в начале XVI века. Он принял монашеский постриг в обители святого Корнилия Комельского, близ Вологды. Адриан прославился как искусный иконописец. Он украшал многие храмы обители. По преданию, когда Адриан решился на подвиг пустынничества, то дорогу ему указал некий неизвестный старец. Когда они с Адрианом и другим монахом Леонидом достигли лесов Пашихонья, старец исчез. После благодарственной молитвы Адриан и его спутник явственно услышали колокольный звон, разнесшийся по окрестностям. Вскоре они основали обитель в честь Успения Божией Матери. Адриан стал настоятелем и продолжал писать иконы. В новый монастырь потянулись послушники и иноки. Узнали об обители и в Москве. Несколько знатных семей сделали пожертвования на постройку каменных храмов. Узнав об этом, в монастырь ворвались грабители и после истязаний задушили игумена Адриана. На могиле у преподобного совершалось множество исцелений. Поэтому вскоре его стали почитать как святого. Словом «преподобные» церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали дух святой и стали подобными Богу. Мы чествуем преподобного Адриана и просим святого. Моли Бога о нас. Священный мученик Иоанн Миротворцев родился в 1881 году в Саратовской губернии крестьянской семье. Он закончил семинарию и стал священником. Революция застала отца Иоанна в селе Таволышко. Земляки настолько любили и уважали священника, что большевики не смогли отобрать у него землю. Этому воспротивилось все село. В 1928 году началась коллективизация. Миротворцева обложили непомерным налогом и несколько раз порывались изъять имущество, сославшись на недоимки. Всякий раз крестьянам удавалось отстоять священника и его семью. Но в 1929 году отца Иоанна арестовали. Его приговорили к пяти годам заключения. Он отбывал их на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Священник попал и во вторую волну репрессий. В 1937 году его приговорили к десяти годам лагерей якобы за участие в церковно-повстанческой группе. Священный мученик Иоанн Миротворцев скончался в Ухт-Печелаге в 1938 году. Исследователи подвига мучеников XX века отмечают, Заключенные за имя Христова или церковное служение после освобождения снова возвращались к служению, не предавали веру. Сегодня мы обращаемся к священному мученику Иоанну и другим новомученикам российским с просьбой. Молите Бога о нас. Преподобный мученик Мордарий в миру Михаил Исаев родился в 1886 году в Тверской губернии в крестьянской семье. В 35 лет он поступил в монастырь и вскоре принял монашеский постриг с именем Мордарий. Он служил в различных храмах Ярославской епархии, дольше всего в селе Деревеньки. Об иеромонахе вспоминали, что в личной жизни он был монахом-москетом, строго исполняющим предписания монашеской жизни. Знавшие Мордария отмечали его популярность как пастыря, духовного наставника и исповедника. Многие священники были тогда уже арестованы. Иеромонах Мордарий оказывал им и их семьям материальную помощь, собирал посылки. Помогало ему и его паства. На службу к отцу Мордарию приезжали горожане из Углича и Калязина. В 33 году иеромонаха Мордария арестовали. Несколько месяцев он провел в тюрьме, а потом был выслан из Углического района. Два года он служил в Мышкине и опять привлек внимание властей большим количеством прихожан на службе. Вскоре последовал новый арест. За антисоветскую агитацию тройка приговорила ееромонаха Мордария к расстрелу. Он был погребен в общей безвестной могиле. Гонения на русскую церковь в 20 веке явили множество примеров подлинного мужества и силы. Преподобный мученик Мордарий не оставил свою паству, не отрекся от своего служения и от Христа. Церковь обращается к нему с молитвой. Преподобный мученик Мордарий. Моли Бога о нас. Святитель Лука, архиепископ Крымский, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, родился в Керчи в 1877 году. Юношей он решил заниматься только тем, что полезно для страдающих людей, и выбрал медицину. Так, Войно-Ясенецкий стал хирургом. Но он всегда был верующим человеком, интересовался богословием. Вскоре после революции Валентин овдовел и в 20-м году принял священнический сан, а вскоре и монашеский постриг. В 23-м году он стал епископом. Уже через неделю владыку Луку арестовали, обвинили в шпионаже и сослали в Таруханский край. В его судьбе это был не последний арест. Архиепископ Лука и в лагерях работал врачом, а в годы войны, будучи ссыльным, возглавлял госпиталя. Войно-Ясенецкий написал труды по хирургии и анестезиологии. Создал несколько духовных трактатов. В конце 40-х хирург Войно-Ясенецкий перестал оперировать, но много лет консультировал коллег-врачей и пациентов. В 56-м владыка Лука ослеп, но по памяти продолжал служить литургию. С 46-го года до самой своей кончины, в 61-м, владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии. Его мощи были обретены в 1996 году. В наши дни в Свято-Троицкий кафедральный собор Симферополя к архиепископу Луке идут поклониться тысячи паломников. Здесь и по сей день по молитвам к святителю происходят многочисленные исцеления. Церковь чтит святителя Луку за его исповеднический подвиг, за монашеские добродетели, личную праведность и аскезу. Святитель Лука служил ближним как врач и как пастырь. Не оставлял служения Господу как священник. Сегодня мы вспоминаем святителя Луку и просим его. Моли Бога о нас. Субтитры создавал DimaTorzok